Всем привет народ, с вами инструктор Дэн Найс и я снова... МАФИОЗНИК В этом ролике мы обсудим нюансы связанные с дискордом, важные разделы для новеньких и приведу пару примеров насчет постов охраны Сразу после того как ваш инструктор скидывает вам дискорд канал, вы его прописываете и вступаете соответственно Дальше вам должен быть виден только канал получения ролик Вам нужно в этом канале поставить плюс и отправить сообщение В вашем сообщении нажимайте на себя правой кнопкой мыши и изменяйте никнейм Вняйте его на тот ник, который у вас сейчас в игре и добавляйте вначале единицу в квадратных скобках и после сохраняйте и ждете пока вам выдадут роль Если вам в течение часа не выдают роль, отпишите инструктору или еще раз поставьте плюс Дальше у вас появится много разных разделов с информацией, отчетами и много всякого для вас и старшего состава Но сегодня мы рассмотрим только те каналы, которые нужны именно вам Первая это категория информации, канал Дресс Код Там указана одежда, в которой вы должны ходить с 1 по 4 ранг доверия И также вы должны выглядеть на посту охраны Такой же цвет, такая же форма, любые другие цвета запрещены Исключение Кроссовки или перчатки на ваше усмотрение На посту охраны конечно желательно быть без головного убора Также в этом Дресс Коде вы должны ходить на ВЗХ, на АМП, мероприятия других посольств или старшего состава И на любые другие выезды с фракцией Хотелось бы добавить, что вы можете одеваться как хотите тогда, когда допустим развозите контрабанду О ней мы поговорим чуть позже Или когда занимаетесь вообще просто своими делами, не связанные никак с фракцией Следующий важный раздел это системы повышения В этом разделе вы можете ознакомиться с тем, как вы можете поднять свой ранг Разберем все по пунктам Создать правила зеленых зон и ВЗХ С правилами вы можете ознакомиться в категории правила в разделе правила сервера И тут вы можете найти нужные вам правила для повышения Нажимаете на любую ссылку и вас перекидывает на сайт с правилами РП задания РП задания берутся у рангов, которые принимают ваш экзамен Кстати, экзамен принимают строго 9 и 10 ранги У них вы просите РП задания и в случае необходимости просите немного подсказать, если оно слишком сложное После чего рекомендую РП задания скидывать личные сообщения сначала экзаменатору на проверку А уже потом в отчет о повышениях, когда вы закончите все остальные задания Участие в мероприятиях Уточняйте у начальника МП, когда будет следующее мероприятие Чтобы это задание засчитало Вам нужно сделать скриншот о том, что вы присутствовали на построении, на мероприятии и на его окончании Или в течение самого мероприятия, спустя 5-15 минут, например Скриншоты загружаете на сайт МГУР Вот так он выглядит Не регистрируясь, просто нажимаете New Post Перетаскиваете сразу нужное количество фотографий или по одному сюда И сохраняете себе куда-то в черновик или в дискорд себе, а же куда-нибудь в личные сообщения Эту ссылку Это и будет ваш отчет насчет мероприятий Иметь расход Ну, это я уже объяснил ранее Предоставить скриншоты сдачи контрабанда Контрабанду вы закупаете у этого человека по 160 долларов Покупать ее можно раз в 8 минут Очень хорошо можно, кстати, сочетать ее, если вы, допустим, стоите на посту охраны Я сейчас тоже расскажу об этом И каждые 8 минут ходите туда-назад брать контрабанду Но только это делайте быстро, чтобы не заметило начальство Также недалеко от поста в разделе парковка вы можете ознакомиться с тем, где вы можете ставить свою машину Можете, соответственно, взять где-то рядом себе КПП, на который вы будете охранять И рядом поставить машину и быстро возвращаться на КПП и загружать туда контрабанду И, соответственно, не теряя при этом времени на том, что вы стоите на посту После чего вы едете на любую из этих точек и смотрите на ценник Цена колеблется от 450 до 1450 игровой валюты Решать вам, продавать все или по очереди Главное делать скриншоты, именно тогда, когда вы уже продали контрабанду И у вас вырезало вот такое зеленое окошко Скриншоты также загружать на имгур Простоять на КПП охранника Как только вы становитесь на КПП, прописываете в рацию Охрана КПП номер такой-то 2-1 2-1 это означает, что вы сссали на пост охраны Более подробно вы можете с тенкодами ознакомиться в разделе информации, что каждый из них означает Дальше все время прописываете охрана КПП такой-то 2-2 каждые 20 минут Это означает, что состояние стабильное и все в порядке, никаких подозрительных личностей не обнаружено И при этом же делаете скриншот тоже каждые 20 минут и загружаете в имгур Это вам нужно для того, чтобы мы могли высчитать, сколько вы действительно стояли на посту Чтобы вам в дальнейшем высчитать зарплату И посчитать вам часы на повышение Более подробно о самом КПП в разделе информации Зарплата за то, что вы стояли какое-то энное количество часов на посту Считается и выдается вам в конце недели, в воскресенье Ваши отчеты считаются, суммируются, сколько вы простояли за неделю, сколько вы простояли часов И в конце недели, в воскресенье в течение дня вам выдает начальник охраны вашу зарплату В случае подозрительной личности вы уточняете, что ему или ей нужно И прописываете в рацию охрана КПП такой-то 2-3 Это означает, что какая-то подозрительная личность подошла к КПП Если на набор, допустим, прописываете в рацию охрана КПП такой-то 2-3 на набор, допустим Это будет означать, что человек пришел вступить Если человек без приглашения проник на территорию Попросите его покинуть эту территорию Если человек не слушается, у вас есть три варианта действий Первое Это предупредить о том, что вы сейчас примените силу, если человек не покинет территорию Если он продолжает бегать вокруг и по всему особняку Вы досчитаете до трех Раз, два, три И после можете убить его, если человек не собирается покидать территорию Второй вариант Вы можете связать его с тяжками И либо вызвать копов, чтобы они его забрали в тюрьму За проникновение на частную территорию При этом не показывайте копам, что у вас есть оружие и бронежилеты, если у вас нет лицензии Либо снова-таки заковайте его в стяжки и позовите старших Мы придумаем, что сделать с этим человеком Теперь что такое стяжки и где их взять Они берутся в черном рынке за 250 долларов одна штука Рекомендую сразу закупить 5 штук, хотя бы на будущее Дальше, чтобы связать человека, он не должен находиться при этом в транспорте Подходите к нему, отыгрывайте в голос стяжки, в будущем времени обязательно Сейчас достану стяжки из заднего кармана и накину на человека напротив Нажимаете X, тем самым обездвиживаете его При этом обязательно вам нужно смотреть именно на него, а не куда-нибудь в бок И после можете сказать, сейчас заломаю человека напротив и поведу за собой Нажимаете Z и он будет следовать за вами После, когда приедет полиция, вы должны в обратном порядке нажать кнопки И сказать, сейчас ослаблю хватку и сниму стяжки с человека напротив И после предаете нарушителя полиции Z после X Все, вы молодец, оставляйте отчет и возвращайтесь на пост Седьмое, сдать деньги экзаменатору Ну, тут думаю, все понятно На повышение вам дается с первого на второй ранг 72 часа А на остальные повышения с каждого на следующий ранг 5 дней примерно Соответственно, чем быстрее вы повыситесь, тем будет лучше же для вас Отчет по сданному повышению заполняется в разделе отчет по повышению В закрепленных сообщениях есть примеры Или просто обратите внимание на то, как заполняют другие люди Если вы не можете повыситься по какой-то ОЦ причине То есть из реального времени, из реальной жизни То напишите об этом в раздел отпуск Там форма оформления отпуска также описана в закрепленных сообщениях Также в каждой фракции и даже в нашей существует система блатов Соответственно, денежная То есть вы платите какую-то определенную сумму денег И вас сразу же повышают Но правила сдаются в обязательном порядке Это даже не обсуждается Правила всегда должны сдаваться И чтобы вы знали, что вы знаете что-то Это в таком виде Также вы можете покупать не сразу все повышения, а частями Допустим, какое-то конкретное задание Допустим, не хотите идти на мероприятие Или у вас нет времени И вы просто мероприятие покупаете за 1000 долларов Или какое-то любое другое задание И также можно некоторые задания заменить другими заданиями Допустим, несколько мероприятий можно заменить в Захал То есть вы не хотите участвовать на 2-х ВМП, но вы участвовали в ВЗХ Все, можете предоставить скриншот ВЗХ, при этом подпишите, что МП заменяете на отчет по ВЗХ Также для вас важен раздел дипломатии Переходим сюда И тут мы узнаем, с кем мы находимся в мире И с кем мы воюем, с кем мы нейтралы И с кем мы находимся в торговых отношениях Разберем все виды дипломатических отношений по порядку Давайте начнем с хорошего Союз Вот, к примеру, сразу же будем пользоваться тем, что у нас на данный момент есть Мы в союзе с бандой TheFamilies Тех, кто сердечки, это банды Тех, кто флажки разные, это мафия С теми, с кем мы союз Мы не можем их грабить, мы не можем их убивать Не можем, короче, ничего такого криминального Или слишком негативного, что ли, делать в их сторону И так же самое, они не могут подобные вещи делать с нами Если вдруг вас какой-нибудь фэмилис в зеленой одежде Останавливает на какой-нибудь дороге И говорит, выходи из машины, я буду тебя ограбить И все такое, ну, что-то подобное происходит Типа, говорите, что вы из рэп-школы Мы же с вами, типа, в мир Или мы с вами в дипломатических отношениях По идее, человек должен извиниться Ну, или хотя бы сказать, ладно, мы едем дальше Дальше идет раздел торговые отношения В основном в торговых отношениях мы с мафиями И их тоже нежелательно, типа, грабить по той простой причине Что тогда торговые отношения прервутся То есть с ними тоже будем В принципе, это почти тот же самый союз Только вот в чем разница между союзом и торговыми отношениями В союзе вы можете взять, допустим, кого-то из фэмилис, допустим И пойти вместе с ним грабить другую банду Или вообще ловить просто прохожих А с мафиями так, к сожалению, проворачивать нельзя Дальше такой вид дипломатии, как нейтралитет Это вид дипломатии обычный, стандартный просто Ну, типа, вы с этими людьми можете их грабить Можете с ними торговаться Ну, они, можно сказать, как бы не нагрубить Я не хочу ни в коем случае никого обидеть Но это как почти прохожие люди, у которых есть оружие Ты что, дурак, блядь? Последний вид дипломатии, но не последний по назначению Это война Когда вы в войне с той или иной мафией или бандой Вы можете на территории гетто просто без предреждения Начинать прогонять людей с вашей территории Их грабить обязательно, вы меня услышали Но не забывайте, что грабить можно только с третьего уровня С ними торговаться вы не можете Вы не можете вместе с ними, само собой, вместе грабить То есть вы можете грабить их и против них стреляться И прогонять с территории И в случае, если они этого не делают Само собой, без предупреждения начинать по ним стрелять А с вами был Дэн Найс, старший учитель Дэн Найс, прошу заметить Я надеюсь, вам это видео было не только познавательным Но и очень смешным Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии Дальше будет только веселее Дальше будет только интереснее Другие видео уроки уже в описании С вами был Дэн Найс У вас все будет Найс Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет Найс Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет Найс